В таком неполноценном кипятке Радиостанция Комета Радиостанция Комета Радиостанция Комета Радиостанция Комета Радиостанция Комета Радиостанция Комета Прозвучала в эфире В 1983 году На средних волнах Незаконным образом Я был радиохулиганом Ага, вы ретранслировали голос Америки, Би-Би-Си. Никоим образом. Ретранслировал свой голос. Я ретранслировал свой голос. Вы сами были голосом Америки, рисковали. Я был голосом поселка Шарапова Охота. Я крутил в эфире музыку Владимира Семеновича Высоцкого. Это что, практически голос Америки. Да ну что, нет, голос Америки имел идеологическую подоплеку, а радиохулиганы, они это делали для души, для искусства, можно сказать. Так, ну хорошо, тем не менее, сейчас не 83-й год, и вы уже хулиганите посерьезно. Во-первых, радиовышка у вас здоровая стоит. Как я посмотрел, вы ее где-то украли, спилили у владельцев сотовых вот этих вот ретрансляторов. Вы знаете, какие только слухи не ходят, кстати, у нас по деревне. И то, что нам ее подарили, и то, что это спонсорская вышка. А на самом деле? А спонсоры чего у вас были? Спонсировали они что-то? Вашу радиостанцию? Ну вот, наверное, так все думают. Есть замечательная компания, вымпел сеть строй. Так, ну ладно, хватит пиариться. Да, нет, нет, тут не пиарить. Ни пиар никакой. Просто-напросто они помогли нам, мы им в свое время помогли, и они нас таким образом отблагодарили. И они вам поставили металлическую вышку. А так, слушайте, ваш передатчик должен беседить? Черт с ней смешка, это не так дорого. Передатчик-то куда дороже? А, передатчик... Передатчик-то миллионы долларов. Хороший передатчик. Хороший передатчик. 10-киловаттный, например. Ну, Господь с вами. Дальше 5-киловаттный. У нас всего разрешенная мощность всего 20 ватт. А, поэтому передатчик... То есть на соседние участки. Ну, радиус уверенного приема, вот в соответствии с расчетами, порядка 7 километров. Ну, реально слышно чуть дальше на хорошие приемники. А, кстати, вещательная лицензия у вас есть? Да, вещательная, связная, разрешение на использование частот. То есть у нас все те же документы, что и у вас. Слушайте, а серьезно? Да, абсолютно. Блин, да сколько же вы вложили-то в свою радиостанцию? Мне даже страшно представить. На самом деле немного. И на пути оформления радиостанции я встретился с замечательными людьми. И несмотря на то, что бытует мнение, что радиостанцию открыть это стоит каких-то сумасшедших денег, на самом деле не так. С меня не взял никто лишней копейки. Примерно 10 миллионов евро по нынешним деньгам. Ну так вот, это если еще удастся купить частоту более-менее крупную. Это для того, чтобы выйти на Санкт-Петербург? Нет, нет. Дело в том, что ни на Москву, ни на Санкт-Петербург выйти невозможно, потому что нет свободных частот. Частоты ресурсов исчерпаны. Их можно только купить или ждать, пока Министерство обороны за 10 лет их тебе откроет. Но скоро это изменится, неважно. На самом деле мы потратили совершенно другие деньги, потому что это не Москва, это... Это село Ромашка? Это Рыжево. Деревня Рыжево. Деревня Рыжево. Деревня Рыжево. Порядка 10 тысяч долларов. Но для деревенского жителя это все-таки сумма. Вы могли купить новый мотоплуг? Мотоплуг. Могли, но мы люди слегка сумасшедшие, в хорошем смысле. Это я вижу? А, да. Поэтому мы... Плугами землю не пажем. Живем не только ради плуга, но и ради чего-то светлого. Так сколько у вас потенциальная аудитория, как принято у нас говорить? Достаточно большая, потому что это юг Московской области и зона рекреации. Ага, дачники. Приезжает очень много дачников, очень много москвичей, и это самое благодарное наше паство. Ну сколько, примерно сколько там? 10 тысяч человек? Ну, я думаю, поменьше, но несколько тысяч, наверное, гарантировано. Скажите, а можно вот, например, если у вас 7 километров, я-то у меня у самого есть дом в деревне, и всякое все... И, например, я, Петя, пошел за грибами, там, мой сын пошел за грибами в лес. Можно мне заказать у вас, позвонить в бюро заявок, и он не появляется там, ну, не пришел в 7 часов, как обещал. Можно мне заказать через вас, оповестить его по радиоканалу, в программе по заявкам... И поставить песню Зыкиной «Грибочки». Например. Кстати, подговоримся. Хорошая песня, кстати, да. Сейчас мы поставим, мы вам ее сейчас тоже предложим. У нас есть звоночек, кстати, вот. Да, если вы вдруг изменяете «Серебряному дождю» с радиостанцией «Комета», когда на даче находитесь, позвоните, 730-101. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Здравствуйте. Меня Слава зовут, я из Калининграда. Вы знаете, у меня есть знакомый, живет в Красноярском крае, в городе Ачинск называется. Есть. У меня собственная радиостанция, называется «Радиовечерний город», если я не ошибаюсь. Насколько мне известно, она сейчас действует. Работает примерно, он уже около двух лет, передатчик у него мощнее, чем 20 Ватт. Ну, естественно, это не коммерческая радиостанция, вещает он там для города, там ставит рок-музыку, по-моему. И вот была конференция московских радиовещателей, ну, это было около, может быть, двух или трех лет назад. Конечно, там по итогам было, но факт в том, что вот его статья о некоммерческих радиостанциях была даже в журнале «Бродкастинг». Вот есть такой журнал, ну, наверняка слышали, вот, радиокометы, которые сейчас у вас присутствуют. Вот, но я к тому веду, что тенденция к появлению радиостанции в таких некоммерческих экономах только радует, и очень замечательно и здорово. Спасибо большое. Вы знаете, в данном случае это удивляет, во-первых, что это все-таки не город Ачинск с населением нескольких сот тысяч человек, а это деревня... Рыжиково. Рыжиково. Деревня Рыжиково. Это раз. Во-вторых, речь не идет... Сейчас масса радиостанций всяких пиратских, которые доступны через интернет. Их же тысячи. В интернете, да. Тысячи. Эфирных. Но это действительно, там даже передатчика не надо вешать, что, в общем, что составляет львиную долю себестоимости такого проекта. А можно вещать, там, сидя дома, программку он оставил на компьютере, делая, что... Это не то. Но вы все-таки сделали совершенно другой проект, и вы же должны как-то в него продолжать инвестировать постоянно, или вы научились на нем зарабатывать? Нет. В деревне Рыжиково радиостанция не зарабатывает денег. Это целиком и полностью происходит за личные сбережения. То есть вы радиоперельманы, я так скажу. Хорошее название для программы. Радиоперельманы. Может быть. Ну, кстати говоря, наши слушатели, которые уже, что называется, сами говорят, что подсели на радио, они воспринимают комету именно в нашем Шарапо-Охотском регионе, как некое домашнее радио. Шарапо-Охотский регион, я все время думаю, что это шутка. Из мультика про простоквашину. Это шутка. Из фильма про Шарапо, да? Нет, это шутка. Это шутка. Вы же не знаете, мы не все, мы тут в Москве люди примитивные, мы не все шутки. Ну, хорошо. Мы его так назвали, потому что близлежащие деревни, они вокруг станции Шарапо-Охота так объединены. Ага, откуда я родом? Да, откуда Павел родом, и поэтому... А вы столичная FIFA, судя по всему. Нет, я из города Чехова. А, ну вы, тем не менее, для Шарапо-Охотского региона, вы столичная FIFA, и вы бросили все, и уехали к простому региональному бизнесмену. Пусть будет так. Я не возражаю. На самом деле, они действительно считают домашним радио, и доходило до того, что они как диковинку демонстрировали своим гостям, приезжающим из Москвы, тем же там дачникам и прочим, настраивались на нашу волну, звонили, тут же дозвонились, естественно, в эфир. А у нас была и есть возможность выхода в прямой эфир, точно так же звонки мы принимаем, как здесь и вы. Давайте, кстати, послушаем, я сейчас фрагмент подготовлю, да? А вы, кстати, откуда вещаете? Это у вас дома комната специальная, которая оборудована под студией? То, что вас называют тут радиобудкой. Радиобудка — это... Это спальня. Это спальня. И до сих пор. То есть, насколько я понимаю, сейчас вы получили еще чистоту в Чехове, то есть вы становитесь реально нашим конкурентом. Нет. Ну как, мы в Чехове тоже вещаем. Вы будете отъедать у нас значительный гигантский кусок чеховского рекламного пирога. Мы будем дружить домами. Чеховский пирог. Чеховский пирог, да-да-да. Итак, программа по заявкам, у нас есть фрагмент. Я хочу сказать, что завтра, между прочим, я вот тут уже поставила в плейлист специально, чтобы вас порадовать, завтра отмечается день физкультурника. Но я очень хорошо, кстати, помню настоящую утреннюю гимнастику, которая была по радио ранним утром. Пели гимн в 6 утра, я всегда это помню. И вот я не помню в какое время, то ли после гимна, то ли когда-то, ну вот, была обязательно утренняя гимнастика. И, о чудо, мне удалось найти кусочек утренней вот той советской гимнастики. И сейчас я с удовольствием для вас его включу и поставлю. Поностальгируем вместе. Теперь ноги поставьте в рост, пошире. Руки согните за спиной. Можно в обувь? Залепотите локтем. Третью правду. Давайте мы вам поставим. Давайте. Вот это я еще тоже, кстати, запомню. Давай мы поставим. Ну, просто качество будет лучше. Ну, давай, я что-то хочу поставить. Внутреннюю гимнастику. Начинаем занятие гимнастикой. Первое упражнение. Ходьба на месте. А я-то, виноват, это не та утренняя гимнастика. Ну, что? Ну, практически та же. Слушайте, ну ладно, мы сейчас... А вообще, какие песни у вас требуют в вашей аудитории, которая звонит? Вы знаете, не поверите. Постоянные слушатели. Постоянные есть. Постоянные слушатели у нас есть. И они даже придумали себе названия некоторые. Вот у нас есть слушатели из Москвы, приезжающие в деревню Фенина. Они называют себя исключительно ночным дозором. Есть у нас слушатель постоянный из Санкт-Петербурга. Пониже, пониже. Который слушает нас через интернет. Ну, тот больше любит в 80-е годы. Есть у нас слушатели... Подождите, а вы анонсировали свой приход на Серебряном дождении? А как же? А как же? Слушатели из Санкт-Петербурга. Позвоните, пожалуйста. Это какой-то фанат ваш просто. Фанат, да. А вы, может быть, ретали наш сигнал? Наш сигнал уже запустили сейчас? Запустили. Ах! Так! Дмитрия Савицкого пройдите, пожалуйста, в студию. Нет, ну... Мне кажется, я понимаю, как живет радиокомета. Сужат! У нас 54 радиостанции только в Москве. Самый высококонкурентный радиорынок в мире, кстати. Среди МФМ-вещателей. Можно запускать по кусочку все музыкальные вкусы. Кстати говоря, да. Так вот, о музыкальных вкусах. Включается все. Нам однажды даже... Вот Павел любит вспоминать, когда нам однажды позвонил слушатель и заказал песню Балаху в исполнении Чаляпина. И мы ее, конечно же, поставили. И вы ее, конечно же, подковали прямо сразу в эфире. Да? Ну да. Да? В течение нескольких минут она была найдена. Сейчас, подождите, я пытаюсь воспроизвести. Ну что ж, Блаха Шаляпина. Итак... From Radio Cometa did love. Где? Блаха Шаляпина поскакала. По-моему, это лучше утренняя гимнастика. И на Шаляпине нам позвонили. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Это как раз тот самый Николай из того самого Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Николай. Очень преданные слушатели. Пас... Николай, у вас слишком женский голос. Ну, что делать. Я задумался о вашей... Да, ну хорошо. И почему вы прикипели к этой радиостанции? В Петербурге есть прекрасный радио «Эрмитаж», например, ну и всякие разные другие. Ну, я, наверное, повторюсь, да, что даже не радио, да, как тут уже Елена и Павел говорили. Так. Все, скажем так, некоммерческое. Вот как я говорю. Ну, вам что, нравится отсутствие рекламы или вас цепляет что-то другое? Все вместе. У вас есть датчика в Подмосковье? Например? Нет, конечно, я всегда слушаю через интернет. А с кого вы больше, какие ваши любимые, как у нас принятые, диджеи или ведущие? Или всего два? А, один, один. На самом деле, конечно, один, периодически второй, да, но... Когда он не занят на коровнике, вот, в этот момент, и, да. Да, но, как бы, неплохо смотрелся и дуэт из двух ведущих. Хорошо, ну, мы вам скоро устроим. Спасибо про плохая связь из Питера, к сожалению. Ну, в Питере там вообще все-таки уже заодно. Погода, по-моему, дожди пошли, очевидно. Да, ну, если что, вот, когда выгонят, то ждите. О, жду вам. Буду работать у вас за натуральные продукты. Да, абсолютно. Значит... Лена, а вы как, 24 часа в сутки? Как на работу? Нет, 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 нет. Или по собственному желанию, когда хочется? К сожалению, у меня есть основная работа, которая занимает массу времени и позволяет, в общем-то, вкладывать... Чего вы занимаетесь? Ну, я главный редактор отраслевого журнала. Ага. В рамках селия Рыжикова он остается? Или все-таки в Москве? В городе Чехии располагается редакция, да, но журнал федеральный. И поэтому все наши эфиры были в вечернее время, с пятницы по воскресенье мы делали так, с 22-х. И, как я всегда говорила, что радио Комета остается с вами ровно до тех пор, пока вы остаетесь с нами. Ну, фактически до последнего слушателя. Но вы же радиостанция выходного дня. Ну, фактически, да. Так а все остальное, это время вот... Я предлагаю вам сделать рубрику для пап выходного дня. Для пап. На подмосковных дачах. И для пап выходного дня. Все, я про свое. Именно так. Я хотел бы сказать, это 24 часа в сутки у вас что, музыкальная шкатулка, как мы обычно говорим? Нет, в дневное время у нас договоренность с дорожным радио, мы их ретранслируем. А в вечернее время мы уже сами отжигаем. Ах, вот опять непредкорректные какие. Мы ретранслируем одну за штатную радиостанцию. Да, да, да. Ну, она вам совсем не конкурентна. А, ну, ты кто говорил вообще? Вот, поэтому, хотя у нас есть свои врезки, и в 6 утра у нас играет гимн царской России, божий царя хранит 12 часов дня у нас играет современный гимн России, но в 12 часов ночи у нас играет гимн Советского Союза. Ну, понятно, что, в принципе, одно и то же. Ну, найдите там, найдите 10 отличий. Ну, кстати говоря, иногда я делала такие вещи. А жизнь за царя где? Жизнь за царя, еще не дошли впереди. Однажды на... Подождите секунду, сейчас два срока отсидит, а потом все равно как-нибудь опять что-нибудь поменяют, уже есть определенные телодвижения, говорят о том, как бы так население страны подвести все-таки к тому, что в России нужна монархия, и вот мы тут начнем сейчас новую ветку. Нет, мы не будем устраивать революцию. А вы, кстати, политически активная радиостанция? Нет. Нет, 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 мы аполитичные. Как, вы не клемите состояние уборки мусора и состояние дорог вокруг села Рыжиково? А у нас настолько замечательная глава в Васильевском сельском поселении. Так, началось. Чистота и порядок. Все понятно, откуда бабки, все ясно. Нет, нет, нет. Вы официальное средство массовой информации. Нет, нет, нет. Мы абсолютно частная радиостанция, и с местными властями у нас исключительно дружеские взаимоотношения. Никаких финансовых взаимоотношений ни в коем случае нет. Это понятно. Ну, в целом, да, в целом политично, потому что... Я хочу отчеркнуть с политикой там большой, а в принципе покритиковать, ну, местную власть, ну, чтобы она лучше работала. И самое главное, несмотря на все дружеские отношения, и самое главное, что ведь политика это хороший повод просто поговорить на какие-то философские темы в том числе. Вы знаете, у нас были гости в эфире, но не политики. У нас были... Были соседи. Музыканты. Я понимаю, что дать? Что случилось? К нам часто музыканты привезли. Были музыканты, да, были музыканты. Были... Был, кстати, у нас чемпион России по дрэк-рейсингу, то есть мы разговаривали о гонках на 400 метров. От слова трэк. Дрэк. Дрэк. Дрэк-рейсинг это нормально. Чемпион по дрэк-рейсингу заехал в Рыжиково. А он чеховский. Он в Чехове живет, он ее одноклассник. Ну, в общем, да. А. Ну, то есть пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Как же. Нет, ну, если это людям интересно. Если к вам придет мэр Чехова и скажет, хочу баллотироваться, дайте трибунку. Он вчера приходил, глава Чеховского района. А вы его сами зовете или они сами к вам приходят? Нет, мы сами позвали, он не отказал, пришел, уваживал. А вызывают ли эти эфиры какой-то... Всплеск интереса аудитории? Да, было много звонков, много было смс-сообщений. Конечно, вызывают. На два больше, чем обычно? Нет, скажем так, на порядок больше. Ну, это и есть на два. На два, а на четыре. На два порядка больше. Нет, ладно, мы не будем издеваться, у нас обняли совершенно неправильно. Потому что вы действительно молодцы, такие подвижники. Но все-таки это для души, да, занятие? Ну, конечно, для души. Конечно, для души. Это хобби в первую очередь. Потому что, вот, Павел говорил уже, что работаем абсолютно безвозмездно. То есть, даром. Иногда, кстати, ощущаешь себя, знаете, как вот люди сидят в ресторане, так песню заказывают. А ну-ка, исполните к нам. Да, я не знаю, что-нибудь. Мурку. Кстати, Мурку тоже заказывали. Вот. Ну, в целом, все слушатели. Кстати, москвичи уезжают, потом слушают также в Москве через интернет, продолжают. Ага. Да что же это такое? Да, многие удивляются. Ну, я, например, болен радио с детства. Потому что я впервые вышел, в эфир вышел в 13-летнем возрасте. И, как бы, я все это время несу радио в своей душе. А вы не думали о создании какого-то, может быть, телеканала? Сейчас средство позволяет, может быть, ввести веб-трансляции. Про телеканал мы поговорим чуточку позже. Я, Павел, почему засмеялась? Потому что смс пришло. А гостей из студии приглашают прямо в спальню? Да. Да? Да. Прямо в спальню. Все через спальню происходит. Все через спальню. Все через бастель, да. Исключительно. Ну, ваши вопросы. А я даже не знаю, чем. Просто пришли коллеги. Организаторам радиостанции Комета. Коллеги удивительные люди, потому что, конечно, это форс-мажор. Из Рыжикова. Ну, я хочу сказать, что у нас, вот Павел, может, даже лучше расскажет, мы даже делали партию приемников, специально настроенных на нашу волну. Ну, их можно купить, таких китайских, симпатичных. Мы бесплатно раздавали их. Бесплатно, абсолютно раздавали. Не-не, потому что их можно купить, они действительно настраиваются на одну волну, и ты прям такие симпатичные. Ну, подарочные. И у тебя больше нет вариантов. И больше нет вариантов. Вариантов больше нет. То есть я заказывал на заводе партию приемников, и мы бесплатно их раздали населению с фиксированной настройкой, без вариантов. Да, с надписью Комета, все-все. Павел, у нас жесткий тайминг, я напомню. Окей, хорошо. Вернемся через несколько минут. Это программа «С приветом, Набутов». И у нас в студии Павел и Елена Хлюпина, основатель радиостанции «Комета» из деревни Рыжикова. «С приветом, Набутов». Я был на этой конференции, на что вот парень звонил. Некоммерческих вещателей. Я участвую. И много, да? Спонсор выпуска, компания «Каэр-Броград» представляет Николаевский дом. Радиостанция «Комета». Радиостанция «Комета» вновь в эфире на Серебряном дожде. И мы с удовольствием продолжаем отвечать на вопросы и также задавать готовые в ответ. Я напомню, что у нас в студии Павел и Елена Хлюпина, основатель радиостанции «Комета». Да мы на радио «Комета». У вас в гостях Виктор Набутов. Не тормозите, ребята. Божди, ну... Так в гостях у вас Виктор Набутов, да? У нас в гостях Виктор Набутов, да. И я, кстати, призываю радиослушателей звонить, задавать вопросы свои, которые вы хотите услышать. А я хочу начать свой вопрос. Что для вас прямой эфир, Виктор? Виктор, 731, напомню, прямой эфир. Для меня прямой эфир — это тот, который не кривой. Вы знаете, Елена, это очень... Да, прошу. Нет, ну... Да. Что первично, зарплата или состояние души во время эфира? Я думаю, что состояние души при получении зарплаты. Более того, качество эфира в прямую зависит от того, какую зарплату ты после него получишь. Или как много из тебя вычтут. Такое тоже бывало в нашей практике. То есть меркантильность преобладает все равно. Но мы живем в современном мире. Если я вам скажу обратно, я совру. Почему нет? Тогда мы походачиваем перед вашим руководством, чтобы он у вас делегировал месяцы натрик к нам в Шарапово-Охотский регион. В смысле, на голодный паек? Нет, почему? На натурпродукт. Кабанчика заколим. Да, тут еще неизвестно, что лучше. Не, ну, к сожалению, кабанчиков лично у нас нету. Ну, соседи-то есть. Ну, хорошо, вот вы сейчас выходите, вы развиваетесь, да? То есть можно ли сказать, что из такого, ну, в силу определенных обстоятельств, сложившегося хобби, полезного для жителей там окрестных двух деревень, у вас начинается целая бизнес-история? Ну, фактически, да. Можно так сказать. То есть вопреки общей тенденции вывода средств из медиа-актива, потому что медийный бизнес довольно хлопотный и особенно радийный, но как бы серьезная конкуренция, не очень много денег, очень сильно бьет по радио, интернет. Вот, вы как бы идете против течения. Ну, мы всегда были бунтарями в каком-то смысле и... Нет, бунтари бунтарями, это на уровне... В том числе и в бизнесе. В основном участке это одно, а другое дело, это вы хотите вещать в Чехове, это все-таки уже город, требует определенного качества, там у вас будет коммерческая служба, какие-то нанятые за деньги ведущие и так далее. Ну, понимаете, мы это делаем не на пустом месте, издавая отраслевой журнал федерального масштаба, издавая в Чехове газету Лопасни, у нас как бы есть определенная база, наработанная. Вы почти как коммерческая... Да, вы медиамагнат. Да, абсолютно. Владельцы в дому в пароход. Более того, у вас есть еще... Давай приедем в Рыжиково. Нет, мы с удовольствием приглашаем, приезжайте, почему нет, и будете... Стало попахивать невысюками, почему-то слегка. Баньку и стопим. Любят эти у нас Ильфа и Петрова. Мы не ради баньки, мы ради зарплаты туда пытаемся переехать. Ну, боюсь, что с московскими наши зарплаты пока не могут конкурировать. Сколько вы платите работникам радиостанции? Секрет. Ну, ладно. Они у нас такие меркантильные. Ну, прекратите. Не скажу. Но платите все. Да ну, а то сейчас пол Москвы к нам сбежится еще, потом отбоя не будет. Да, да, да. Я не знаю, как из Москвы, но из регионов сообщение есть. Это Валерий, который мечтает создать в родном городе небольшую радиостанцию. Хотелось бы услышать вообще, какая стартовая сумма должна быть для того, чтобы завязать такое мероприятие. Ну, во-первых, надо исходить из численности города. Сейчас по новым законам. Ну, давайте 30 тысяч предположим. Ну, если 30 тысяч, ну... А поселок городского типа? Десяточку надо иметь. Десяточку? Десяточку. Десяточку евро? Евро, долларов. Так. Лучше евро. Ну, вот там... Итак, после этого вы пишете бумагу, куда, и говорите о своих планах, да, кого-то извещать? Нет, ну, подается заявка в радиочастотный центр, если это не конкурсный город. Разрабатывают частоту, если частота есть, то потом начинается процесс оформления лицензии, вещательной, связной, потом разрешение на использование частот, потом присвоение позывного, потом регистрация. И через 10 лет, и потратив миллион евро, вы сможете запустить свою маленькую радиостанцию? Да нет, на самом деле, в неконкурсном городе, в маленьком, вот, как вы сказали, действительно, там, городского типа, поселка, это... Но я должен сейчас сказать, что вне конкурсный город, это тот город, который не интересует больших вещателей, это, как правило, города с населением меньше 100 тысяч человек. Там с получением лицензии проблем действительно нет, это делается быстро, и они никому не нужны, сколько хочешь. На самом деле, лицензии получить не так просто, потому что много тонкостей при оформлении бумаг, и вот, лично я бы советовал обратиться к консалтерам, к профессиональным. Ну, понятно, да, 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 есть такие специалисты на рынке. Лучше переплатить, чем 10 раз переделывать. Ну, плюс, вы же покупаете оборудование, передачи. Ну, вот, да, вот это остальные, кстати, затраты, да, по покупке оборудования, передатчик, антенны, опять же, специальные. Передатчик, антенны, микшеры, микрофоны, всё это, конечно, стоит денег. А сумма в 10 тысяч меня удивила, честно говоря, своим, что это небольшие деньги совсем. Ну, мы приблизительно так уложились, но это было сделано собственными руками, всё. То есть, мне не пришлось нанимать кого бы то ни было, то есть, ставить антенну, там, высотников. Я это всё делал сам. То есть, монтаж студии, ну, я в прошлой жизни был радиомастером, как бы компетенция мне позволяла экономить на таких вещах. А теперь вы медиум одна. Нет, я скромный житель города Чехова. По-прежнему радиомастер. Деревня Рыжикова. Завхоз. Слушайте, так вы всё-таки делали, Паша, это для себя или чтобы удовлетворить звёздные амбиции супруги, которая хотела быть? Супруга не хотела. Какой-то в кадре, в эфире, поклонники, драйв. Сначала я это делал для себя. И в эфире был онг на первых парах. Да. Косноизнычный, картавый, то есть, я сам вёл эфир. Продолжать. То есть, харизматичный с изюминкой я привожу. Я делал это для души. А потом своей амбицией стала удовлетворять жена на радио. Ну, ты лукавишь на самом деле, потому что... А к вам приходили вот желающие поработать из Ромашково? Ну, какие-то просто говорят, возьмите, мы хотели бы... Приходили. ...в авторскую рубрику. Было такое, да. Потом мы ужасались тихонечко и говорили, нет, ребята, мы лучше сами. Ну, кстати, были у меня такие слушатели, которым я даже предлагала, но они постеснялись делать. Хотя я предлагала делать авторскую программу по определённой музыке. А, на сеновале. Вечерняя беседа. Ну, почему нет? А вообще, чему посвящены ваши... Ведь прелесть работы на маленькой радиостанции действительно... В том, что ты знаешь всех слушателей. В том, что, во-первых, ты знаешь лично всех слушателей. И знаешь всё, что происходит вокруг тебя. Это называется локализация. Да. Во-вторых, она заключается в том, что, в принципе, ты никому не интересен. У тебя нет никаких цензурных ограничений. Как же нет? Есть ещё какие. Есть? Серьёзно? А вы теперь объявляете о том, что у вас 18 плюс и так далее? Да, объявляем. А как же, закон надо соблюдать. И поскольку мы имеем все лицензии и обязаны подчиняться закону, то тут всё безоговорочно выполняется. Тут мы не можем никак рисковать. Хорошо. Но, тем не менее, по тому, что вы говорите в эфире... Вы знаете, в какой стране мы живём. И многие вещи в эфире больших вещателей произносить по разным соображениям нельзя. Особенно, что касается тех, кто нами руководит на разных уровнях и так далее. Обижать их нельзя. А тут любую какую тему не возьмёшь, то всё равно в них всё упирается. Вот вообще. Упирается. Ну, всё сразу упирается. Просто вот, когда они плюнут, всё сразу упирается в вертикаль. А у вас всё-таки есть возможность об этом говорить откровенно, на локальном уровне, опять же. И вы этой, возможно, не пользуетесь. Не пользуйтесь, сознательно не пользуемся, потому что я вижу, что люди, которые слушают нашу радиостанцию, они за день, может быть, столько уже этой информации в себя впитали, что вот вечером мы хотим просто отключиться от всего, расслабиться и отдохнуть. То есть проблема Стерхова вообще никого не заинтересовала в Рыжиково? Ну, в Рыжиково нет. А в Чехове заинтересовало. Серьёзно? Да. А что вот у вас по Стерхову? Как это выглядело? Ну, по Стерхову у нас новость была в прямом утреннем эфире. Мы с коллегой как раз сидели, обсуждали, причём она... А вот как вы это обсуждали? Новость известна всем. Мы её уже тоже сегодня немножко обсудили. И о том, что Владимир Владимирович ведёт корюшку на нерест. Уже этот замечательный демотиватор посмотрит. Да, да, да. Вот, ну как, вот приблизительно всё то же самое. А вчера мы смотрели о том, какие люди придумывали саундтрек под полёт. Интересные были предложения. Самое популярное. Но вас как бы не заругали за это? Чехов всё-таки это не Ромашково уже, это город. Не заругали. Могли возникнуть вопросы. Не заругали. Мы делали это с позитивом и с радостью. Ах, все бы так. Что тут нам? Нам, кстати, предлагают сделать провинциальную программу днём в воскресенье. Это нам или это вам? Я не знаю. Не знаю. Требуется уточнение. Начинаю путаться. Плюс 7903-797-6333 номер для ваших осмотров сообщения. 730-101. Вы ещё можете воспользоваться эфиром. Вполне, вполне. И задать вопрос по организации собственной радиостанции. Хорошо, вот давайте теперь представим, что обратную ситуацию. Чтобы я вас не мучил, потому что мы начали обсуждать сейчас тонкости радиомезда, там того, сего, пятого, десятого. Отпиши ситуацию, а потом... Широкой массе неинтересно. Вот, действительно, давайте у нас там остаётся 5 минут в эфире после Игорька Наумова, который сейчас пришёл к нам. Ну, может быть, 6, потому что Игорька можно сократить. Это же мы можем. В общем, вообще. Так. Но я хотел бы... Вот, представьте, у вас 5 минут не просто московского эфира. У вас 5 минут также челябинского, новосибирского, омского, воронежского, там, какого угодно. Любого, кроме питерского, кстати. На родине наших двух президентов мы не вещаем на всякий случай. Вот у вас будет 5 минут. Вот подумайте, чему бы вы хотели их посвятить. И, действительно, как бы они ваши. Окей? Окей. Любые тематики, вот интернет, тут всё есть, пожалуйста. Вернёмся через несколько минут. Это дождь. Я серьёзно говорю. Ой. Садя, ты петь он. Понятия не имею, чему их посвятить, честно говоря. Ну как, ну и... Смотрите, вот, вот есть интервью. А вот она, наверное, просто будет петь. Хоть 100 тысяч человек. Нет, он просто не включен. Радиостанция Комета. Радиостанция Комета. Да, на серебряном дожде. Да, 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 доброе утро. Доброе утро ещё раз. Пять минут славы. Пять минут. В отличие от первого балла. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Ну так чего? Вот представьте, такая ситуация. А что же представлять-то, когда она вот она уже? Что же её представлять? Вот она уже случилась. Мы вам дали пять минут на раскачку. Я хочу сказать, во-первых, поблагодарить всех слушателей, которые сегодня остаются с нами, которые слушают нас, наших верных слушателей. Так, Лен, в этот момент все слушатели ваши неверные уже ушли. Это плохая затравка дальше. И, во-первых, сегодня пятница, конец рабочей недели. Хочу пожелать всем отличного настроения, потому что, несмотря ни на что, мы являемся позитивной радиостанцией. И для меня стакан всегда наполовину полон. Это вообще с точки зрения квантовой физики. Да. Вообще неправильная постановка вопроса, Елена. Я думаю, что стакан наполовину полон, он сегодня наполовину полон, а завтра наполовину пуст. Ведь сегодня, а завтра пуст вообще. Потому что сегодня всё-таки пятница вечер. Я понимаю, что тема стакана вообще часто, видимо, фигурирует в эфире вашего радиостанцией. Конечно, а как же? Мы же в России живем. Да, естественно. Наш гранёнка. Да, у нас даже есть гимн алкашей, которые заказывают для себя наши радиостанцией. Каким образом он звучит? Ну, он цензурный вполне себе, с хорошими словами. Я не знаю. Он вашему сочинительству? Да, ну нет, конечно. Боже упасти. Я не сочиняю музыку. Тем не менее, у вас 5 минут эфира, Лен. 5 минут эфира, Павел. 4 уже. Да, вот на меня, как всегда, стрелки переводят. Ага. Ну что, ну вот реально. 2,5 добьём этот час или песню поставить. Вот о чём бы вы хотели поговорить? Я бы хотел пожелать, чтобы радио в нашей стране никогда не умирало. Потому что я вижу наступление интернета, тотальное. Вижу потерю у молодёжи интереса к радиолюбительству. То есть его сейчас, он просто вообще не культивируется. Вообще потеря интереса у молодёжи, к чему бы то ни было. К сожалению, да. Потому что я всё-таки родился в советское время, в советское время рос. И тогда были радиокружки. Тогда государство было заинтересовано в подготовке радиоспециалистов. Сейчас, к сожалению, это канало в лету. Я вот себя чувствую каким-то вымирающим мамонтом. И пользуюсь... Обратиться к тем людям, которые могут влиять на ситуацию, чтобы не упускали молодёжь. Чтобы радиоинженеры, радиоведущие в том числе, чтобы радиокадры в нашей стране готовились. Чтобы не умирала та прослойка, которая в будущем интерес в том числе и для армии составляла бы. Потому что это всё-таки безопасность нашей страны. Радиокомпетентные люди. Они всегда нужны. Я уж предлагаю тогда вечным радиогимном, что ли, закончить. А я хотел про стерха. Подожди ещё несколько. Можно, да? Раз уж вы никакую тему не подхватили, всё-таки сегодня стерх красной линии проходит. Квозь весь день вещания. Белым клином вклинивается во все эти. Я про несколько любопытных штучек, которые по поводу стерха появились в интернете. Значит, что пишут некоторые авторитетные блогеры? В стаю уже внедрены агенты ФСО. Каждого стерха собеседовали ФСОшники и собрали со всей стаи паспортные данные. Перед полётом с Путиным ФСО повырывало у стерхов все белые перья. И, наконец, все журавли-участники прилёта с Путиным получат внеочередные звания и квартиры, сообщил неизвестный источник из стая. Зачем и кому нужны стерхи? Сегодня в мешанине Фекул Толстая с вами это обсудит. Ну, а мы прощаемся до понедельника. До понедельника будет очень интересно и весело. В понедельник я благодарю моих сегодняшних гостей, подвижников радиобизнеса, основателей радиокометы из деревни Рыжиков. Рыжиков и Лена Павел Хлюпина были в этом эфире. Хорошего всем вечера, трезвой субботы, спокойного воскресенья, удачного понедельника. И оставайтесь под серебряным дождём. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok